Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Никол Пашинян о стратегии национальной безопасности. При обсуждении проблем национальной безопасности Армении нужно учитывать такой важный фактор, как сохранение национальной самобытности и ее защиту от физических и национальных угроз. Об этом заявил в пятницу премьер Никол Пашинян на заседании Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась новая стратегия национальной безопасности. Как отметил Пашинян, важнейшие компоненты национальной самобытности – это связь с корнями, чувство собственности к историческому наследию, ценностям. Все это должно усиливать у каждого армянина чувство уверенности в собственных силах. Армянский народ приобрел силы и способности к преодолению многочисленных невзгод, благодаря навыкам, которые у него развивались за всю многовековую историю государственности. Основываясь на своем историческом сознании, армянский народ сразу же после геноцида сумел воссоздать свою государственность, отметил премьер. Сегодня армянское государство – единственный гарант существования и развития армянского народа, считает он. В качестве национальных задач премьер отметил обеспечение институциональных условий для дальнейшего сохранения государственности. Международное признание права Нагорного Карабаха на самоопределение. Международное признание геноцида армян и преодолению его последствий. Обеспечение и сохранение условий для безопасности, благополучия, свободы граждан Армении. Равенство всех перед законом. Сохранение суверенитета и независимости страны. Премьер вновь перечислил шесть общоармянских правил сосуществования, о которых он говорил еще в августе прошлого года на митинге в Степанакерте. Первое правило заключается в том, что насилие необходимо исключить из внутри политического арсенала. По словам премьера, любое насилие должно быть исключено при решении вопросов между собой. Все силы и лица, рассматривающие насилие как средство решения внутриармянских вопросов, должны быть отвергнуты и выброшены на мусорную свалку истории армянского народа. Есть, конечно, исключение в этом контексте. Это применение законного насилия для раскрытия и предотвращения преступлений, сказал он. Второе правило состоит в том, что народ и его свобода волеизъявления – это единственные источники формирования власти. Третье правило сводится к суверенитету народа Армении и Нагорного Карабаха. Все силы, которые попытаются вовлечь иностранные силы в решении внутриармянских вопросов, встретят самое жесткое противодействие со стороны армянского народа и его легитимного представителя – правительства Армении. Четвертое правило состоит в том, что Армения и Карабах должны всячески избегать коррупционных проявлений. Нужно искоренить любые формы кумоства, протекционизма, искусственных монополий и прочее. Пятый пункт состоит в том, что верховенство права, равенство всех перед законом должны стать ключевыми факторами внутринациональных отношений. Последнее правило сводится к тому, что целью переговорного процесса по урегулированию Карабахского конфликта должна оставаться защита достижений освободительной борьбы. Армянскую государственность нужно вывести из зависимости от геополитических обстоятельств, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на обсуждении новой стратегии национальной безопасности в заседании Совбеза. По его словам, источником и гарантом существования Армении является воля армянского народа. Сама воля формируется на перекрестке прав и обязанностей, когда граждане имеют право реализовать права, одновременно выполняя свои обязанности. Пашинян объяснил связь между национальной идеей и армянской государственностью больше чем больше чем. Он обратил внимание на то, что существование армянской государственности в течение истории часто зависело от благоприятных или неблагоприятных геополитических обстоятельств. «Наша важнейшая цель – вывести наш народ и государство из этого цикла, когда геополитические факторы становятся тем основополагающим обстоятельством, которые обуславливают существование или отсутствие государства. Наше государство должно быть основано на воле нашего народа», – отметил Пашинян. «Стратегией национальной безопасности, по его словам, ставится новая планка. Ответственность за ее удержание соразмерно ложится на каждого, от должностных лиц до граждан. Последующее существование государства зависит от реализации этих прав и возложенной ответственности. Я уверен, что как народ, как нация, мы сегодня готовы взять эту ответственность», – отметил Пашинян. Отметим, что окончательный вариант стратегии под названием «Стойкая Армения в изменяющемся мире» состоит из 8 глав и 47 страниц. Важный шаг для продолжения программы разминирования в Арцахе. Депутат Национального собрания РА, председатель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян на своей странице в Facebook сообщил о том, что Комитет Палаты представителей США недавно одобрил законопроект о государственных и сопутствующих программах на 2021 финансовый год, который предусматривает финансирование программы гуманитарного разминирования USAID в Армении, запущенной в Арцахе в предыдущие годы с целью продолжить работы по разминированию. Он выразил надежду на то, что Палата представителей с точностью примет законопроект. Марукян отметил, что Армения высоко ценит усилия посольства РА в Вашингтоне, члена Палаты представителей Фрэнка Полони и руководства IDATA, а также представителей Бреда Шермана и Ти Джей Кокса и всех тех, кто предпринимают продолжительные усилия на поддержку программы разминирования в Арцахе. США и Китай спешат к армянской армии. Что происходит? Министр оборудования Армении Давид Танаян принял 9 июля посла Китая в Армении Тиан Эрлуна, с которым обсудил вопросы двусторонней повестки, углубления сотрудничества и проблемы международной и региональной безопасности. Два дня назад министр принимал посла США Лин Трейси, с которой также обсудил вопросы углубления сотрудничества, участия Армении в международных миротворческих инициативах и вопросы, касающиеся региональной безопасности. Фактически, Минобороны Армении оказалось в центре внимания ключевого тандема в процессе переформатирования мирового порядка США и Китая. Жестким противостоянием на фоне коронавируса Пекин и Вашингтон фактически формируют новый миропорядок, подтверждая неоспоримость императивного тандема, под руководством которого будет меняться карта мира и соотношение сил. Внимание к Армении и армянской армии абсолютно понятно. В конце концов, армянская армия заложила первый кирпичик нового миропорядка, став автором Арцахской победы. В то же время, в 2016 году армия сохранила авторское право, несмотря на нарушение баланса, казавшееся роковым. Дальнейшие события только укрепили роль Армении, повысив его после бархатной революции на новый уровень. Можно не сомневаться, что при новом миропорядке осью безопасности на Кавказе будет армянская армия. И вопрос в том, как конструкция сложится вокруг нее. С этой точки зрения, примечательно недавнее жесткое заявление министра обороны Давида Танаяна в связи с призывами вывести российскую базу из Армении. Он заявил, что это признак аморальности и политической, и геополитической незрелости. Такая реакция, судя по всему, обусловлена деликатностью ситуации, которая при внесении вопроса российской базы в повестку может исказить и подвергнуть манипуляции реальную повестку, которая касается укрепления армянской архитектуры региональной безопасности и ее фиксации на уровне геополитического китайско-американского тандема. Очевидно, что даже при видимом противостоянии двух этих центров, вопросы по поводу армянской оси можно считать снятыми. В условиях, когда меняется архитектура региональной безопасности, точнее, она фиксируется на уровне перспективы тандема мировых гигантов. Вопрос российской базы неизбежно будет трансформирован, российское присутствие в логике российско-турецкой структуры безопасности будет трансформировано в русле логики безопасности с армянской осью. Останется ли Москва в этой логике, продолжая свою роль, или предпочтет обсудить вариант ухода? Вопрос, который уже не будет грозить региональным военно-политическим вакуумом. Правительство Армении заинтересовано в опыте развития и реформ ОАЭ Никол Пашинян. Премьер-министр Никол Пашинян 9 июля принял чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Армения Мухаммада Аль-Зааби, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Премьер-министр отметил, что в период работы посла отношения между Арменией и ОАЭ были активными и эффективными. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в опыте развития и реформ ОАЭ. «Мы надеемся, что в ближайшее время наша страна станет еще более интересной для бизнеса вашей страны в плане реализации различных инвестиционных проектов», – сказал премьер, подчеркнув, в контексте развития и расширения торгово-экономического сотрудничества, важную роль играет активная деятельность Межправительственной экономической комиссии, первое заседание которой состоялось весной прошлого года в Ереване. Премьер-министр подчеркнул факт двусторонних политических отношений на высоком уровне и поблагодарил за сбалансированную позицию по Нагорно-Карабахскому конфликту. Премьер-министр также поблагодарил правительство ОАЭ за поддержку армянской стороны в борьбе с коронавирусом и выразил уверенность, что пандемия будет преодолена в результате тесного сотрудничества. В свою очередь Мухаммад Аль-Зааби поблагодарил премьер-министра Пашиняна и правительство Армении за тесное сотрудничество и добавил, что в рамках своей дальнейшей деятельности продолжит поддерживать теплые связи с Арменией и армянским народом. Посол отметил, что впечатлен эффективной деятельностью молодых членов правительства Армении, в результате которой за прошедший год в стране был зафиксирован ряд позитивных показателей. В ряде областей проводятся глубокие реформы. По словам Мухаммада Аль-Зааби, за последний год зафиксирован рост в двусторонних торгово-экономических отношениях, а также в рамках сотрудничества в сфере туризма. Ген-Зааби подчеркнул, что правительство его страны также заинтересовано в расширении сотрудничества с Арменией, в том числе в сфере экономики, в частности в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение, продовольственная безопасность, туризм и авиасообщение. Посол отметил, что ОАЭ продолжит реализацию благотворительных программ в Армении и их расширение. Он также высоко оценил благотворительные программы, осуществляемые под руководством супруги премьер-министра Анны Акабян. Собеседники выразили уверенность, что после эпидемии коронавируса совместными усилиями правительств двух стран, сотрудничество в различных направлениях продолжит развиваться и прогрессировать. Пресс-служба премьер-министра Армении